Ребята, всем привет! Перед тем, как вы посмотрите видео с подробным объяснением принципов работы кофемашины, что очень вам поможет при ремонте подобных устройств, хочу представить вашему вниманию канал, на котором вы найдете сборки кит-наборов. Но там не только электроника, есть не менее интересные устройства. Обзоры с подробными тестами товаров с Алиэкспресс и огромное количество конкурсов, на которых вы можете выиграть интересные устройства. Ссылка на канал в описании под видео. Эта плата, которую я ремонтировал в прошлом видео, часто люди любят переносить только плату, им в лом таскать все устройства, мол, ну посмотри, может ты на плате там что-то увидишь, отдашь плату и оно заработает. Но это, конечно, имеет смысл, когда у тебя есть стенд или такое же устройство, в котором ты можешь проверить эту плату, а когда у тебя ничего нет, тупо на плате, ну что ты там увидишь, да ни черта. Но я вроде запустил, потому что у меня была машина, они, кстати, все разные, они вроде выглядят одинаково, но они разные, то есть там машина у меня немного другая. Из нержавейки сделана, а вот здесь уже крашеная вот эта часть, черная, видите, вот там вот где пресс для кофе. И дисплей я подкинул, плата завелась, все окей, я отдал, сказал, что вроде завелась, но нужно в машине смотреть. В той машине, кстати, что у меня там и двигатель был сломан, и еще там куча проблем с контактами была, я под нее плату разработал просто, и пока я все это оттестировал, кучу мелочей словил всяких, поэтому я даже не стал эту плату доставить, потому что я не уверен, что она исправна, и чтобы она там что-то не грохнула. Более того, у некоторых машин есть вот этот вот датчик, это датчик положения вот этого вот пресса, то есть когда он поднимается, он срабатывает по току, когда он уперся, и потом он отпускается. На тех машинах он опускается там где-то 0,7 секунды, пока не дойдет вот примерно в такое положение. Здесь он отпускается именно до датчика. Ну это такая вот, не знаю, это видимо более поздняя модель, они добавили датчик и сняли нержавейку из-за того, что дороже, наверное, стало. В общем, не работает, у нас сказали, что постоянно работает помпа, которая должна качать молоко. Сейчас попробую включить, показать вам. Ну дисплей, как у меня он работал. Ну да, и он пишет, что открыта передняя панель, но на датчик никак не реагирует. Не только помпа молока работает, но еще и вот эта помпа. Это воду должна качать. И тишина настала. То есть два реле у нас щелкнуло. Хотя вроде когда я подключал, я не слышал, чтобы какие-то реле щелкали. Я специально слушал. Потребление 40 мА также. Ну и уже никакое реле не щелкает. Ну-ка, если закрыть. Ну явно, что с микроконтроллером что-то не то. Включил, панель закрыта. Ну да, он никак не реагирует. Но, конечно же, 100% это дело не в датчике, потому что был бы датчик убитый, он бы не писал бы, во-первых, что открыто. А во-вторых, при действительно открытой панели, то есть когда микроконтроллер думает, что он открыто, он не должен включать ни нагреватель, то есть ничего абсолютно. То есть машина не должна работать. Включим без него. О, здесь эта кнопка отключает и фазу, и ноль, так что это абсолютно безопасно. О, без микроконтроллера, ну естественно, дисплей не работает. То есть он не инициализирован. Первая строчка у нас контрастная. Это нормально. Это не инициализированный дисплей. Но никакой реле не работает. Не это не работает. А это работает. Случайно нашел, что если немножко пошевелить кренку, то у нас машина то запускается, вот, например, сейчас запущена. Если я ее сейчас пошевелю, то она вообще отрубится. Вот машина выключилась. Ну и включилась, и опять выключилась. Вот здесь вот кренка, ну все очень чисто, аккуратно, не вижу никаких трещин, ничего. Ну и то же самое с обратной стороны. То есть тоже там все чисто, аккуратно, проблем никаких не видать. Но тем не менее я все пропаяю, и посмотрю, почему пропадает напряжение. Плата многослойная, и все цепи питания, они во внутренних слоях. Вполне возможно, что там переходное что-то отрывается, но это плохо. Попробую пропаять вот эти вот все части, которые за напряжение отвечают. Ну так вроде бы все отлично, свеженькое, здесь никто не улазил. Видно, что припой не начал здесь блестеть, то есть не прогревается он до того, чтобы вот с этой стороны он все запаял. Поэтому попробую достать паяльник. В общем, я уже отремонтировал несколько таких машин. Я даже срисовал нужные куски схемы. Дело в том, что когда есть проблема в чем-то, я только эту часть рисовываю, чтобы понять, как работает. Потому что всю схему, во-первых, я не знаю, где ее найти, я пытался, ничего не нашел. А во-вторых, срисовывать ее очень и очень сложно, потому что плата многослойная. То есть там не только сверху и снизу, то есть топ-ботом есть дорожки, а еще и внутри, в самой плате. Поэтому срисовывать все очень и очень сложно. Более того, тут трассировка очень такая, блин, грамотная что ли. Ну, это я так утрирую. То есть, ну, к примеру, вот LMK324. Это 4 операционных усилителя. Она отвечает за 2 датчика наличия воды. Вот здесь вот идет гнездо вот этих самых датчиков. То есть, ну, достаточно рядом. Обвязка усилителя, который отвечает за первый датчик, вот здесь вот выполнена. А обвязка усилителя, который отвечает за второй датчик, ну, вот тут-то кнездо, да? Ну, казалось бы, где-то вот тут может быть выполнено. Нет, вот здесь. Вот с этой вот стороны она выполнена. То есть, что-то разобраться в трассировке, это очень сложно. Тут может быть, допустим, вот тут у тебя разъем, оно все идет, 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 вот сюда вот на какой-то резистор. И потом вот так вот идет, идет обратно. Хотя можно было этот резистор вот сюда вот поставить. Спрашивается, нахрена? Ну, как сделали, так сделали. В общем, сейчас я попытаюсь вам объяснить, как это все здесь работает. И вполне возможно, что в ходе этого объяснения до меня дойдет какая-то мысля, где можно искать вот эту проблему с реле. То есть, смотрите, у нас микроконтроллер имеет 44 выхода. Из них 2 идут на кварц, 4 как минимум идут на питание, то есть там ВЦЦ, ГНД, там с каких сторон подводится. То есть, уже на реальных используется 38. А нам нужно управлять, во-первых, дисплеем. А для этого нужно 8 линий данных, ну, либо 4. Здесь управляются 8. И еще, как минимум, 2 линии, желательно 3, но можно и 2 линии командные. То есть, это 10 линий. У нас здесь реле. Это уже 20 линий. Плюс у нас есть 6 светодиодов, которые стоят на кнопках. То есть, это уже 26 линий. Плюс у нас есть 6 кнопок. Это уже 32. Потом у нас еще есть куча датчиков. Датчики наличия воды, датчик крышки, датчик контейнера мусорного, датчик давления. То есть, мы вылезаем за вот эти вот 44. То есть, тупо в лоб подключить нужный выход микроконтроллера, там, через ключ на нужное реле, там, или на нужный этот, не получится. Более того, у нас не используется вот этот разъем и вот эти два разъема. Но, судя по разводке, какие-то функции, они должны выполнять в каких-то, видимо, других машинах. Но, это все тоже посажено на вот эти вот 44 вывода микроконтроллера. Поэтому, тупо все это не решается. Для того, чтобы как-то решить эту задачу, конечно, можно, чтобы было тупо взять контроллер, который в три раза больше, где больше портов. Но, есть более красивое и дешевое, элегантное решение. Это использовать буферы. Что, собственно, здесь и сделано. Здесь у нас идут три выходных буфера. Один входной буфер. Ну, можно сказать, что четыре выходных, потому что дисплей это также является выходным буфером. То есть, как это все работает? Все входы вот этих вот всех трех буферов и дисплея у нас запараллелены так же, как и выходы вот этого входного буфера. То есть, к примеру, если условно у нас здесь порт A выводится на вот эти вот буферы, то первый пин порта, допустим, A0, идет и на вход этого, и на вход этого, и на вход этого, и на вход дисплея, и на выход вот этого входного буфера. То же самое A2. Все они подключены параллельно. Что у нас происходит? Допустим, когда нам нужно считать какую-то информацию с данного буфера, с входного, то есть тут датчики подаются, нам нужно всего лишь навсего подать на вход output enable, сигнал нужный, и тогда все, что есть на входах, появится на выходах, то есть на вот этот A-порт. Мы его считываем и убираем output enable. И все выходы переходят в высокобедавственное состояние, и они никак не участвуют в схеме, то есть они уже не мешают. Если нам нужно что-то вывести, микроконтроллер выводит в порт все, что нужно, а потом уже в зависимости от того, куда это нужно вывести, на нужный буфер щелкает clock сигнал. При этом, вот допустим, входной буфер, он все, что у него есть на входе, запишет на выходе. И будет выход находиться в таком состоянии до тех пор, пока снова не щелкнет clock. При этом он снова все, что есть на входе, запишет на выходе. То есть, пока у нас здесь clock не щелкает, мы можем на дисплей все, что угодно выводить. Это все выведется на все три буфера, но на выходе этих буферов это не пройдет, пока не появится clock сигнал. То есть, используя всего лишь один порт микроконтроллера, мы можем иметь 888, это 24, плюс дисплей 8, это получается 32 выхода и 8 входов. То есть, грубо говоря, 8 пинов микроконтроллера, то есть один порт микроконтроллера, он с помощью буферов расширяется в 4 порта, даже в 5. То есть, если бы это было бы сделано тупо в лоб. Ну, наблюдатель, наверное, заметил расхождение в моих словах, я везде говорю 8, 8, 8, то есть один порт, а в итоге мы получаем там чуть ли не 4 порта, если даже не 5. На самом деле, не совсем все так. Нам нужно, кроме вот этих вот 8 сигналов, нам нужен сигнал вот здесь, output enable, один пин микроконтроллера, по одному пину на каждый буфер и один пин на дисплей. Более того, на дисплей даже нужно 2 пина, потому что там есть либо данные, либо команды, то есть там нужно нам для дисплея 10 управлять. То есть, что у нас получается, что нужно еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, грубо говоря, выходов. Можно их, конечно же, с микроконтроллером задействовать, а можно использовать вот такой вот двоичный, десятичный преобразователь. Не уверен, что я правильно его назвал. То есть, когда мы подаем на вот эти ABC 3 нуля, то на выходе у нас все нули. Когда мы подаем, допустим, 1, 0, 0, то на выходе у нас 1 и все нули. Когда мы подаем там, я не знаю, 0, 1, 0, то есть двойку на вход мы подаем, то везде будут нули, кроме входа двойки. То есть, что получается, мы, используя вот эту вот штуку и имея всего лишь три входа микроконтроллера, можем на выходе получить 8 разных сигналов. Прошлое видео про данную плату, в котором я добился работоспособности дисплея, было достаточно подробным и длинным. И многим из вас эта подробность очень понравилась. Поэтому я решил и в дальнейшем про данную кофемашину делать достаточно подробные видео, не сильно их срезая. И серия, вот эта серия, где я все-таки добился работоспособности этой платы, точнее, чтобы реле нормально работали, она получается более 30 минут. И это будет скучно и неинтересно. Поэтому я решил разбить все-таки на две логические серии. То есть, вот эта первая, которую вы только что посмотрели, это теоретическая часть, можно ее так назвать. Более того, я в описании под видео оставлю даташиты на все микросхемы, о которых я здесь говорил. Вы можете с ними ознакомиться, будете понимать, как они работают. И когда вы будете смотреть следующую часть, которая будет через неделю, вы уже будете прекрасно понимать, что я делаю, что я ожидаю видеть. И почему не так. И, возможно, я сделаю что-то не так, и вы мне еще дадите пару интересных советов. Чтобы вы понимали, что это не просто возня, которая так и останется. Машина полностью восстановлена, абсолютно полностью. На 100% она рабочая. Более того, ее уже давно забрали. И более того, проблема была не только в данной плате. Там еще куча проблем, целый букет, можно так сказать. Так что дальше будет очень интересно. Всем вам огромной удачи. Огромное вам спасибо за лайк. Крепкого тебе здоровья. И пока.